Расскажите, сколько раз вы встречаете? Ой, я не помню, сколько. Раз пять, наверное, четыре. Игры сзабили, игры сзабили. Ну, много, много раз. Нам по одному говорить или вместе? Микрофон. Кто говорит? Кто говорить бы? Кто говорит? С чего начинаем? Да, расскажите, что вы решили про Кубок Президента. Ну, в первую очередь, Кубок Президента. Это праздник для всех спортсменов. Мы очень рады, что участвуем на Кубке Президента. И хотелось бы пожелать всем спортсменам дальнейших побед на международных уровнях. И спасибо организаторам за такой праздник. Давайте тебе признай. Давайте вернем. Чем больше чем? Вон, давай. Расскажи, давно шла к этому, чтобы выиграть? Сколько тренировок? Я уже не первый раз выигрываю Кубок Президента, поэтому опыт уже есть. А так, ну, пару месяцев после самоизоляции мы готовились к этим соревнованиям. Еще раз хотим выразить огромную благодарность нашей Всероссийской Федерации и вообще организаторам этих соревнований. Для нас это, конечно, праздник. И еще раз такой лишний старт погоняться. Нам очень приятно. А стоящие цели еще какие-то будут достичь? Ну, конечно, целей очень много. Все только сейчас зависит не очень от нас, поэтому мы будем ждать дальнейших решений и, конечно, готовиться к дальнейшим победам. Скажите, девчонки, а каждый может заниматься греблей или что-то нужно? Я считаю, что каждый может заниматься греблей. Все зависит от желания человека. Если он хочет, он может научиться всему. Скажите, что в самом основе греблей? А, Машка, говорите. Как правило, дыхание может что-то делать? Самое сложное? Ну, самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы все получилось. Здесь и дыхание, и эмоциональная настройка, и психологическая подготовка тренера. И, конечно же, удача, потому что у нас в спорте без удачи никак. Это очень важный момент. Мы делаем все, что от нас зависит, а потом просто выкладываемся и смотрим, что у нас получилось. То есть важно очень, да, все важно. Нет ничего лишнего. Ну, конечно, важно посмотреть, да, есть волны, нет, ветер зависит от того, на какую-то дорожку попадешь. Даже кто рядом с тобой встанет, это тоже влияет на результат. Поэтому очень много факторов. Здесь нужно, чтобы все сложилось. Пусть скажут, скажут, как волна города, кто его тренер, где он занимается. Да, ну, какой город выступает или в каком городе живет, или в каком городе живет, или в каком городе живет. Или в каком городе. Выступая за Москву, живет в Краснодаре, родилась. Ладно, где у тебя тренера, где ты, значит, начинала уже. Да, скажи, ты сначала живешь. Гребли начинала заниматься в Волгоградской области, город Волжский, у Панкратова Олега Анатольевича и Панкратова Дмитрия Анатольевича. Я сказала, я сама из Саратова выступаю сейчас и за Саратов, и за Москву. В Саратове у меня тренер Лукьянов Сергей Васильевич и Панкфер Вольга Ивановна, моя первая тренер. А сейчас меня готовит в Москве Ефремов Геннадий Михайлович, за что им очень благодарна. Так что тренеров несколько, каждый вносит вклад в подготовку. Им всем большое спасибо. Ну, у меня все просто. Я из Архангельска, выступаю за Архангельскую область. Первые мои тренеры Серебренникова Марина Евгеньевна и Типков Андрей Евгеньевич. И по сей день с Типковым Андреем Евгеньевичем мы уже 15 лет вместе готовимся. Все просто. И прогнозите, что приходили в следующий год. Обязательно. И все ворумы приходите. Приходите все на Кубок Резидента. Давайте ждем всех на Кубок Президента. Раз, два, три. Ждем всех на Кубок Президента.